Приветствую вас, мои дорогие подписчики и гости канала. Сегодня мы с вами посещаем национальный парк Тель-Лахиш, в котором находится древний библейский город Лахиш, или правильнее сказать Лахис, как его называли в древности. Город Лахиш расположен в 30 километрах от Ашкелона, в 13 километрах от Кириат-Гата и в 60 километрах от Иерусалима. В 1994 году был объявлен Израилем археологическим парком национального значения. Высота над уровнем моря 265 метров. Город был стратегически важен во все периоды его существования. Город стоял на основной дороге от Иерусалима по бережью Ашдоду и Ашкелону. Все старались обладать этим стратегически важным объектом. Ворота того периода частично восстановлены. То, что ниже черной линии, сохранилось в естественном виде. Постройки 701 года до н.э. С ума сойти. Четыре тысячи лет этим воротам. И сохранились почти полностью. Вот умели строить. Вот она такого рода. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это и есть та самая главная площадь города, где решались все важные городские проблемы и проходили разбирательства. В 2016 году во время раскопок во внутренней части ворот были найдены скамьи для старейшины судей города, разрушенный жертвенник и унитаз один из самых древних известных в мире. Что здесь путешествовать можно? Дорожки удобные. Идем мы в городе Лохис, древний город, которому 4000 лет. Даже лавочки есть, а то подустал. А это стулья скульптуры, отсортированные в хронологическом порядке, начиная с Раваама и заканчивая последним двадцатым царем Иудеи Сидыкием. Посетителей здесь немного, хотя Лохиш заслуживает почетное место на туристической карте не только Израиля, но и всего мира. Город расположен над плодородной долиной Лохиш. В десятых-восьмых веках до нашей эры Лохиш был самым большим городом в Иудейском царстве и вторым по важности после Иерусалима. Территория города достигала 124 дюнамов. Здесь был построен царский дворец. В верхней части города были найдены его мощные основания. Еврейский Лохиш был отстроен царем, сыном Соломона, после нашествия египтян. В 925 году до нашей эры город был построен на развалинах древнего Лохиша, стены которого были воздвигнуты 3700 лет назад. Во время археологических раскопок были найдены городские насыпи, ров, храмы и богатые захоронения Ханаанского периода. Самый интересный период в жизни города, раскопанный археологами, это вторая половина периода первого храма. В 701 году до нашей эры Лохиш держал осаду против ассирийской армии, защищая дорогу на Иерусалим. Сейчас мы находимся на вершине этого холма, где, собственно, и находился город. Отсюда открывается неплохая панорама, несмотря на то, что холм не очень высокий. Парк открыт 24 часа в день, 7 дней в неделю. Но здесь нет искусственного освещения, поэтому посещение подходит только в дневное время. Вход в парк пока бесплатный. Такие интересные скульптуры тронов правителей, которые здесь были. Высота трона зависит от времени правления. Чем больше правил человек, тем выше трон. Здесь было много войн, пролито немало крови, о чем свидетельствует огромное количество копий, щитов, остатков колесниц, найденных при раскопках. При раскопках были обнаружены также лохишские письма, написанные на черепках длинных сосудов, которые пролили свет на жизнь города. На раскопках Тель-Лохиша была найдена громадная осадная насыпь с многочисленными наконечниками стрел. По этой насыпи осирийцы поднимали тараны, чтобы пробить стены города. Внутри стен археологи обнаружили другую насыпь, построенную защитниками города, чтобы укрепить стену. Здесь мы ощутили последние драматические моменты жизни и борьбы города и наших предков. Был найден также колодец глубиной 36 метров, который обеспечивал город водой в эпоху Соломона. Во время нашей экскурсии в Лохише мы встретили уникальное соединение природы, археологии, танаха, истории и древнего искусства. День был не жаркий, с очень даже приятным ветерком. Нам понравилось гулять по этому уникальному парку, хранящему очень огромное количество тайн и загадок. Здесь еще много предстоит работы археологам будущим. Им еще копать и копать, открывая все новые и новые страницы истории. В каждом уголке парка есть специальные вывески и оригинальные щиты с указанием дат и событий на трех языках – иврите, арабском и английском. Все вывески разной формы, размера, для привлечения мне очень понравились в виде книг. А это призма ассирийского правителя Синахириба, надпись на глине, где он хвастается своими военными компаниями, в том числе иудею. Парк нам очень-очень понравился, я всем рекомендую для посещения. Скорее всего, со временем вход будет платный, так что спешите. А при входе растет такое замечательное дерево – олива. Очень пышное, нарядное и красивое. Ну а нам с вами пришло время прощаться. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, мне будет очень приятно. Задавайте вопросы, с удовольствием отвечу на них. Всем мира, добра, всего самого-самого наилучшего. До новых встреч, до новых путешествий. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok